Компания Stellantis, представленная в России брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep и Fiat Professional, подвела итоги минувшего года. Продажи марок, входящих в концерн, ощутимо выросли, увеличилась и рыночная доля. Но этим успехи Stellantis'а не ограничились. 21-й год стал успешным и для завода PSMA Rus под Калугой, который выпускает коммерческие автомобили Peugeot, Citroёn и Opel. По сравнению с 2020 годом объем произведенных машин вырос в два раза, и это лучший показатель за последние 7 лет. Как я уже сказал, во время своего выступления мы активно работаем над тем, чтобы удвоить производственные мощности линии Stellantis. Мы надеемся выйти на максимальные объемы в конце текущего года и в следующем будем работать в полную мощь. В ближайшие планы Stellantis'а входит локализация новой платформы для производства мини-фургонов и пассажирских компакт-вэнов, а также серийная сборка дизельных моторов и автомобилей для внешних рынков. Российские Peugeot Expert, Opel Vivara и Citroёn Jumpy начнут поставлять в Европу, а к концу 2022 года завод освоит коммерческий Fiat Scudo и механические коробки передач. В параллельности Lantis продолжат развивать свою сеть мультибрендовых сервисных центров Eurorepart. Кстати, сегодня она является крупнейшей сетью независимых автомастерских в России и насчитывает 273 точки. Зачем этот бизнес понадобился концерну? Во-первых, для того, чтобы поддерживать отношения со своими клиентами, которые уходят от официальных дилеров. А во-вторых, чтобы зарабатывать и на других марках. К сожалению, парк Stellantis, скажем так, наша доля рынка в парке, она не такая, как в Европе. И мы не можем, скажем так, продавать тот объем, который мы перед собой поставили, скажем так, на горизонте 2030 года, что я вам показал, что мы будем продавать только запчасти на наши автомобили. Поэтому мы как раз перед собой ставим задачу продавать, не знаю, 80-90% мультибренды. Именно поэтому сейчас в России мы вот в этом году организуем целый, скажем так, департамент закупок запасных частей. Бизнес Еврорепер построен на франчайзинге. Компания помогает независимым мастерским наладить процессы, делится своим опытом, а взамен просит закупать у нее запчасти. Хотя сам Еврорепер их не производит, работает с поставщиками. Тем не менее, как уверяет представитель, их продукция – наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Да и в сервисных центрах стоимость норма часа ниже, чем у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова